Я в предвкушении. Все дрожит, все изменяется, но мы стоим на месте. Тяжело. Привет. Ну что, потренируем ноги сегодня? Тренировочка, которую все так боятся и так откладывают, и тем не менее, которая является одной из самых важных. Если у вас нет штанги, то что, какой снаряд будет самый лучший для тренировки ног? Ну, конечно же, гиря. Иногда она может быть даже лучше штанги. Я в предвкушении. Сегодняшняя тренировка хороша не только для гиревиков, она хороша для всех и даже для самых серьезных спортсменов. И я уверяю вас, ушатает любого. Абсолютно. Сегодня мы попробуем заменить штангу гири и добиться практически похожих результатов. За счет того, что будем ограниченный вес поднимать очень интенсивно. Для этого рекомендую сразу использовать таймер и делать количество движений как можно быстрее и засекать себя на этом. Вот, к примеру, мы сейчас будем делать приседания. Значит, задача сделать 20 приседаний с 32-двушкой за минимальное время. Сейчас вспоминаем, как мы поднимаем гирю на плечи. Помогаем рукой. Заводим на грудь, потом поднимаем локоть и аккуратно заводим ее гирю за голову. Смотрим на таймер. И начинаем приседания. Заводим на таймер. Вот. 20 приседаний за 30 секунд. Очень неплохой результат. Если вы сделаете так 3 раза, то тренировка будет недостаточной. Следующее упражнение просто убойное, бомбическое. Я называю его 2 трети, 1 трети. Задача в том, чтобы ни разу не расслабить мышцы ног в двух положениях. Первое положение у нас от 1 трети сгиба до 2 трети. Идет так. Это первая часть упражнения. 10 повторений с гирями. Вторая часть это от 1 трети до выпрыгивания на носки. Не прыгаем до конца. Главное тянемся. Все это делаем с гирями. Итого 10 и 10. Исходное положение. Как при становой тяге. Нагибаемся. Поднимаем гири. Приготовились. И 10 раз. Раз, два, три. Небольшой отдых. И потом повторяем все 3 раза. Следующее упражнение наиболее близко смоделирует нам приседания со штангой. С легкой штангой в 64 килограмма. Для этого мы используем 2 гири. И небольшое возвышение. Которое узкое. Настолько узкое, чтобы 2 гири могли проходить по его сторонам. Показываю. Это нам позволяет сделать приседания наиболее глубокие. Потому что гири выходят ниже, чем наши стопы. Дополнительное преимущество перед штангой этого упражнения. То, что также работают и наши предплечья. Мы приседая развиваем еще и хват. 10 раз будет достаточно для каждого сета. В спортзале вы можете найти обыкновенную скамью. И использовать ее. Тяжело. Также очень полезна проходка выпадами с 2 гирями. Можно взять гири полегче. Длина проходки такой должна быть от 15 до 30 метров без остановки. И таких сделать 3 подхода. Также очень полезны будут трастеры и кластеры. Упражнения не только для ног, но и для всего тела. Очень тяжелые. Берем максимально тяжелую гирю, которую мы можем поднять по крайней мере раз 5. То есть сделать упражнение раз 5 с этой гири. И начинаем. А теперь кластеры. Это 32-шка. Вы можете взять 16 или побольше. Ну и в заключение. Когда вы уже почувствуете, что ни одного приседания больше сделать не в состоянии. Ни с гирей, ни без гири. Будет самое время отдохнуть. Отдохнем. Вот таким образом. Гирю на спину. И собрались к продолжительному отдыху. И готовились. 5, 4, 3. Поехали. Простоять нужно сколько возможно. Самые тяжелые гири. В данном случае у нас 32-шечка. Мы, конечно, не можем сейчас простоять очень долго после всех упражнений. Но нам же надо хорошо отдохнуть. Поэтому хотя бы минутку надо сделать. Ну вот. Больше 30 секунд прошло. Все дрожит. Все изменяется. Но мы стоим на месте. 12 секунд осталось. 10. И не забываем встать. После этого аккуратно перекатили гирю. Наши упражнения подошли к концу. Ставьте лайки. Поддерживайте наш канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok